Субтитры делал DimaTorzok Привет! Сегодня посмотрим номер в отеле, в котором мы остановились в Дубае. У него очень крутая концепция. Здесь большая терраса с гидромассажной ванной. Ну, в общем, это интересно и есть что показать. Пойдемте смотреть. Что читает мой муж? Крестный отец. Ну, правда, кстати, в английском переводе. Ну, значит. Очень опасный человек. А, ну еще. Я даже не знаю, что это. Основы современных мейнфреймов организации крупномасштабных коммерческих вычислений. Все понятно? Вот так. Я не хочу. Можно я буду заниматься своими делами? Ютюбами, коммерцией, архитектурой? Потому что мейнфреймы? Нет. Нет. Я сейчас вообще в совмешательстве, потому что мой канал был о том, как живут разные люди, как они организовывают свое пространство. Но в Дубае, как бы помягче это сказать, посмотреть не на что. В тех домах, квартирах, апартаментах, где я была, в гостях или где мы жили, это было вот все в таком формате. Светлые стены, может быть, жемчужные или белые. Как правило, какие-то жемчужные. Светлые полы, бежевые, серые, розовые, что-то нюдовое. И все. Хорошо, если будут акценты в плане света, какие-то небольшие акценты аксессуарной группы и все. Это очень аскетичный дизайн. Почему? В чем причина? Не знаю. Что-то в культуре? Навряд ли. Потому что все-таки восток – это восток. Это всегда ковры, это золото, это такие пряные, густые, тяжеловатые запахи. И чтобы они делали такие простые скандинавские, такие простые средиземноморские интерьеры. Но я в это не очень верю. Скорее всего, это вопрос, ну я так догадываюсь, мне так кажется, что это вопрос все-таки экономики. Это вопрос того, что с этим просто работать. Так проще сдавать квартиры, это уже выглядит красиво, ровно, стильно и не затратно. Это дешевле, нежели создавать какой-то дизайн с переходами, с деревом, с текстилем, играть со всякими фактурами. Они строят очень быстро. И поэтому вот такие форматы интерьеров здесь, конечно, популярны, они здесь везде. Еще хотела проговорить такой момент. Здесь много интересных особенностей по строительству, которые сразу бросаются в глаза. И вот мы сейчас уже живем здесь месяц, поэтому, может быть, первые впечатления мои, они притупились. Но все-таки я попробую их вспомнить и вам сейчас рассказать. Потому что сейчас я уже что-то воспринимаю, ну как само собой разумеющееся. Потому что глаз замыливается очень быстро. Во-первых, что бросается в глаза, это плитка везде. Плитка за пределами наших обычных ванн, ну или, допустим, керамогранит в коридоре и на кухне. То есть она здесь будет и в гостиной, и в спальне. В спальне. Холодная, казалось бы, плитка. Но она будет в спальне. Это странный ход. Говорят, что они здесь боятся каких-то жучков, боятся сырости. Говорят, что дерево дорогое. И, в общем, им легче замостить все это керамогранитом, мрамором. Ну вот такая особенность. Дальше. Особенность – это система кондиционирования, которая не как отдельный элемент, как у нас кондиционеры, а как целые сплит-системы, вшитые уже в потолок. Над кухонной зоной, сантиметров на 30, и туда встраивается вся эта система. Здесь они попытались изобразить какой-то дизайн. Не обижайтесь на меня, пожалуйста, умираться. Здесь они попытались изобразить какой-то дизайн, но сделали это, на мой взгляд, весьма неуклюже. Потому что такая какая-то сборная солянка. В принципе, если убрать отсюда вот эту рыбку, вот эту гепарда-леопарда, значит, вот это мое. Какая-то птичка. Ну, в общем, все будет белые стены, коричневые полки. Так, слушай, как-то пустовато. Нужно сюда что-то повесить. Ну, вот похватали в магазине рыбку, кошку и поставили. По-какому такому принципу. Потому что все не сочетается абсолютно друг с другом. Текстильный чемоданчик с пальмами, металлическая рыбка, тигр. Вообще здесь ни к чему, там какие-то шары. Ну, в общем, очень все своеобразно. Вот эта вот штука мне нравится. Вот эта штука, она прикольная. Смотрите, какая сферическая. Птенчик. Вот это стильно. Это интересная деталь на мраморном подносе. Вот это моя бабулечка. Это моя бабулечка. Моя любимая бабулечка. Здесь мы с Александром Димчем и работаем иногда, и вечерами едим. Такая крутая люстра из какого-то сплава. Ну да, это какой-то сплав покрашенный. Выглядит стильно такая. Летающая тарелка. Нет, в целом неплохо. Но я говорю, мне кажется, что дизайн здесь диктует экономика на самом деле. И это дешевле, чем заморачиваться с какими-то сложными фактурами, схемами, дизайн-проектами. Нет. Кстати, организованная подсветка неплохо, уже продумана. Это третий по счету отель, в котором мы проживаем. И, в принципе, нигде не было потолков ниже трех метров. А то и выше, наверное, 3,20-3,5 метра потолки здесь есть. Это, конечно, очень приятно. Они себя, как я понимаю, любят. Они любят воздух и какие-то коморочки. У них нет такого. Сейчас уже вечер, поэтому пока солнце не зашло, предлагаю посмотреть террасу. Чтобы мы там с вами что-то увидели. Терраса, конечно, шикарная. Так. Ой, сразу. Такое. Жара, жара. Так. Вот мы тут с Александром Владимировичем плаваем. Вот такая терраса. Вообще зелень в Дубае – это признак болезни. богатство. И не только про зелень. Вот такое мы говорим сейчас, да? Но именно растение. Потому что, ну, сами посудите, пустыня. Никаких подземных вод здесь нет. Под каждую клумбу нужно проложить систему мелиорации. Если вы гуляете по Дубаю, можно заметить, что везде-везде на клумбах, под большими деревьями, пальмами, везде вот эти черные трубочки. Зелень в Дубае – это дорого. Просто потому, что она здесь не растет. Она растет естественным путем. И это все искусственно посаженная зелень. И чтобы она продолжала расти после посадки, нужно подвести водоснабжение во все эти клумбы. Представляете, сколько труда. Представляете, сколько труда вложено. И насколько они любят эту землю, что даже пустыня у них зацвела. Конечно, они нереальные молодцы. Геометрия отеля – это цилиндр. Здесь 55, если не ошибаюсь, этажей. И построено по принципу большого цилиндра высокого. Поэтому все террасы идут вот так, наслаиваясь немного друг на друга. Мы сейчас покажем вам это изображение. Здесь метров, наверное, 70 терраса. Всего номер 155 квадратных метров. У соседей есть бассейн. Но это 4 спальни. 4 спальни. Нам зачем 4 спальни? Но у этих номеров с 4 спальнями есть бассейн. Infinity бассейн так называемый. Отделан, кстати, прикольной мозаикой. Очень симпатичный. Красивый, красивый бассейн. Но он на самом деле мелкий. За него лишний раз платить. Да еще за 4 бедрума, как бы. Ну, извините. Бассейн – это скорее номинальный. Чтобы сделать красивые фотографии на фоне города, мы сейчас находимся на 35 этаже. И как раз там, перед нашими глазами, простирается пустыня. Туда дальше уходит Аравийский полуостров. Там дальше Саудовская Аравия. Есть какие-то застройки, но горизонт сливается с пыльным небом. Глядя на них амбициозность и решительность, вы знаете, появляется вера в то, что и эту пустыню они в скором времени застроят. Кстати, там деревня. Это такая деревня очень зеленая. Аналог частного коттеджного поселка. Вот там впереди нас. И, естественно, высотные здания, которые они здесь очень любят. Мне кажется, здесь 30-ти этажки. Это уже как-то так. Это уже несерьезно. Здесь от 50-ти. Это уже такой действительно хай-класс. Очень интересно, если походить у них по старому городу, это район Бур-Дубая, откуда начинался Дубай, где канал Дубай-Крик, мы там как-то плавали на лодочке у них за один дирхам, там постройки заметно ниже. То есть, когда начинался Дубай, естественно, начинался он с 9-ти этажей, с 6-ти этажей. Именно там сейчас тоже отельная база такая старая, там можно подешевле остановиться. Отдельное слово нужно сказать о дорогах Дубая. Они очень ровные. И вот там мы видим тоже кольцо, виадук. Очень круто построено. Поэтому здесь они развивают скорость до 120 км в час по городу. На мой взгляд, несмотря на то, что я активный автомобилист, и мне всегда было мало, штрафы приходили регулярно, 120 по городу это много. Правда. 120 по городу это много, потому что в городе, в условиях города это светофоры. Здесь пешеходов нет. Не те особенности. Значит, это отдельная... Это про пешеходов, это отдельный разговор. Значит, это светофоры, это возможные пешеходы, это частые съезды, заезды на развилки, виадуки, на второстепенные дублеры и так далее. И поэтому в городе 120, на мой взгляд, это много. Поэтому носятся они здесь... Они носятся здесь именно, точка. С учетом того, что большинство, наверное, водителей, это сложно сказать в проценте, да, но большинство водителей, приезжие из полуострова Индостан, где движение, ну, совсем своеобразное, манера езды соответствующая. И здесь еще одна особенность, это тоже я часто это вижу. В России я это называла «Саратов Стайл». Это, наверное, особый цимис, когда ты подъезжаешь впереди идущей машине на большой скорости и держишь расстояние с этой машиной на большой скорости, ну, совсем минимальной, там, 2 метра, допустим, что в условиях города возможного резкого торможения, перестроения и так далее, но это недопустимо, это очень опасно, на самом деле. Ты увеличиваешь себе так риски. Но у них есть вот эта фишка, и эта фишка именно, как я понимаю, с полуострова Индостан. Рыжий от свет, это солнце садится. У нас не солнечная сторона здесь, солнце садится там, ну, а мы здесь можем увидеть, как постепенно-постепенно все розовеет, такой персиковый цвет, и пустыня дубайская, и Дубай погружается в ночь. Террасу мы посмотрели, приглашаю вас в номер. А вечером мы сейчас наберем гидромассажную ванну и будем там лежать. Хотела сказать, что с шампанским, но нет. Здесь с чаем зеленым. Ну, кстати, даже не хочется. В жару такую не хочется пить вообще абсолютно. Так, что еще вам показать? Кухня, честно, мы пользуемся ей редко, потому что у нас здесь есть небольшая кафешка, в которой мы обедаем, но завтрак мы можем сварить. Вот здесь я варю кашку нам с Лисой Владимировичем. Такой паломничек. Я варю кашку, нам докладывают с утра эти все штуки. Вот, и здесь есть кофемашина. Мне нравится вот такой остров. Видите, тут какие-то сейчас продукты. Будем уже ужинать. Холодильник. Холодильник, там полки, вытяжка, плита. Можно потише, пожалуйста. Да, знаешь. Так, пойдемте смотреть ванную комнату. Ванную комнату. Это красиво, это интересно. Ну, вот в ванной комнате мне нравится такая аскетичность. Мне нравятся такие бежевые тона. В ванной комнате это красиво. Когда это грамотно подсвечено, как здесь большое зеркало без рамы и задняя подсветка, которая отделяет, да, делает такой 3D. Очень неплохая сантехника. Они молодцы. Вообще, это признак хорошего тона. Будь то ресторатор или ательер, он заботится о своих постояльцах, о своих клиентах. У меня лично такая привычка есть. Я обязательно смотрю на бренд сантехники, фаянса и сантехнического оборудования. Смотрю всегда на бренд. Краем глаза. И знаете, бывает, что в Москве, допустим, ты заходишь в ресторан, который себя позиционирует должным образом, и в меню там хорошие цифры написаны, а заходишь к ним в санузел, а там стоит финское ИФО, например, который бюджетный сегмент. Или там какие-то еще постсоветского пространства, сантехника, который является бюджетным сегментом. Я не буду называть сейчас марки. И так сразу. Ну, как бы, да. Люди зарабатывают деньги. Отсюда идет логика того, что и приготовят себе на кухне так же, что они могут экономить на продуктах, экономить на оборудовании, на людях. И, соответственно, ну, как бы уже я очень на это, всегда смотрю, очень на это смотрю. Ну, понятно, понятно. Ну, как бы мы первый и последний раз здесь. Есть такой у меня пунктик. Есть у меня такой еще момент, который я здесь заметила. Значит, я вам рассказала, что плитка везде, кондиционирование интересным образом построено. Еще это система водоотведения. Видимо, постольку, поскольку здесь везде плитка, они могут себе это позволить. Это сложнее сделать в полах деревянных. И, наверное, для того, чтобы действительно не было угрозы затопления, вдруг кто-то заснет, у них везде, не только в ванной, но и на кухне, и даже бывает в спальне, в гостиной, у них вот такие системы для того, чтобы отводить воду. Отели новые, и это можно было запроектировать на стадии постройки. Они это продумали. Это очень хорошо. Здесь у нас тропический душ. Вот такая модная штука. Мне, честно говоря, не очень нравится. Мне больше нравится какая-то такая лейка. Вот. У них, кстати, очень неплохая здесь косметика. Они молодцы тоже. Вот это тоже один момент, на который я всегда смотрю. какую косметику кладут, и насколько спектр этой косметики широк. Так, ну здесь ванная. Ванная как ванная. Не знаю, что вам сказать про нее. Для меня эта ванная достаточно такая короткая. Я люблю ванны метр семьдесят, чтобы я в них смогла уместиться. Вот. А здесь что-то как-то нет. Вот они даже вот, знаете, такое лоховство в мелочах. Они даже продум... Здесь его нет. Здесь его нет. А обычно лоховство в мелочах. И на каких-то мелочах все как бы дело-то и горит. Здесь они продумали даже порожек. В два сантиметра порожек ниже, где зона душевой. Вот. Ну давайте так, коротенько санузел. Здесь тоже система отлива. Ну а вдруг я засну здесь и гигиенический душ прольется мимо. Не знаю. У них телефоны в ванной. То есть это система безопасности. Здесь очень большое внимание. Уделяется безопасности. Если вдруг ты упадешь, тебе станет плохо, ты дотянешься рукой до этого телефона и все-таки что-то там кому-то скажешь help me. И проходим в нашу спальню. она совмещена с такой рабочей зоной. Вот, кстати, система кондиционирования, о которой я говорила, она с кухни выходит сюда. Все очень продумано. В этом моменте они огромные-огромные молодцы. Здесь кровать king size. На ней можно речь даже вдоль. Это хорошо, потому что Александр Владимирович, я пытаюсь спихивать ночью. Он борется со мной, но безуспешно. Кто вам еще показать? Ну, пойдемте рабочий стол покажу. Давай-давай. Так, покажу вам рабочий стол. Что здесь интересного? Ну, ничего, рабочий стол. Взяли всегда с нами наши аксессуары BMW-шные. Мы любители BMW. рабочие компьютеры. Какие-то мои БАДы там, что я не знаю. Меня обвиняют в том, что я такая девушка, ничего себе не рассказываю. Ну, что я пью водку, агент пью. Куркумин пью. Куркумин, кстати, классная тема, особенно после ковида. Обязательно пропейте. Какой-нибудь даже отечественный уже будет хорошо. Боже, что за тетенька? Что за тетенька? Что за красивая тетенька? А это я. кстати, кстати, вот это видео о расхламлении. И я там пообещала, когда видео наберет 10 или 5 тысяч лайков, то я выпущу вторую часть. Вторая часть очень мясистая, там очень крутые позиции, которые вы можете продать. Я рассказываю, насколько это можно продать. У меня эта вторая часть лежит. Я вот думаю, выпускать ее или нет со скидкой. На видео 16 тысяч просмотров на данный момент. А лайков 1600. 1600 лайков. То есть до 10 тысяч еще далеко. Господа, я не понимаю, в чем дело. Неужели даже каждый второй, если бы поставил из 16 тысяч лайк, было бы уже 8 тысяч, а лайки ставят только 10%. Ну как так? Ну как так? Это такая мелочь, просто ткнуть на сердечко. но таким образом вы передаете тепло и какое-то одобрение, что да, чувак, ты хорошо делаешь, мне нравится, что ты делаешь, поставлю-ка я тебе лайк. А лучше еще пишите комментарии, объемные, интересные, очень всегда приятно почитать. Здесь шкаф-купе, причем тоже молодцы, запроектируют они это все заранее, все это встроенное. здесь шкаф-купе, можно посмотреть тут наши какие-то вещи, там даже, кстати, тут даже есть весы, ну ладно, я не буду взвешиваться с вашего позволения, боюсь вас шокировать. Ладно, не шокируй, я уже похудела, немножко. Здесь как-то, знаете, жарко, поэтому все лишнее оно как-то вот покидает тебя. Вот. Ну, взяла с собой много яркой одежды, зимней одежды, висит, лежит, все, это такие маечки. Ну, вот так, вот так, друзья, мы живем здесь, в Дубае. хозяин, хозяин, ты чего ходишь? Шумно. Ну, в общем, друзья, на этой прекрасной ноте хочется завершить наш рум-тур, пожелать вам приятного времяпрепровождения, будь то днем, вечером или ночью, вы смотрите это видео, ну и подписывайтесь на мой канал, здесь всегда интересно, необычно, креативно и красиво. У меня к вам будет небольшое объявление. Я хочу расширить темы этого канала, потому что архитектура, дизайн, винтаж, это не вся я, я очень многогранный человек, кто меня лично знает. Вот, поэтому скоро на этом канале будут и другие темы, неизменно с интересными людьми, неизменно важные темы для разговора, которые вам помогут, я думаю, сориентироваться в этом сейчас непростом, бурно, динамично развивающемся мире. Это будет про деньги, про бизнес и про недвижимость, более предметно, детально, как я люблю. Разложить все по полочкам, структурировать и подать вам уже на блюдечки. Обожаю это делать, обожаю. Если кто смотрел мои фильмы, то, наверное, знает, что вот эта машина, она будет работать всегда. Поэтому красивые интерьеры остаются с нами. Как найду, обязательно их покажу. Я уже работаю над этим и нас ждет очень много всякой полезной информации про недвижимость, про финансы, про хороших, интересных людей, которые делают свою жизнь классной, они делают ее насыщенной, полной и прекрасной. Увидимся совсем скоро. Пока. В пустыне, видимо, дожди. То есть, это что-то нереальное. Вы видели это? По матрешкам!